Выставка одного шедевра, картина венецианского мастера 16 века Лоренцо Лотто «Мадонна де Леграции» открылась в Приморской картинной галереи 6 августа. Проект в рамках Дней Эрмитажа во Владивостоке 2022 продолжает итальянскую тему, начатую в 2019-м. Знакомит зрителей с уникальным памятником венецианской живописи 16-го столетия. Я очень рада, что сегодня мы с вами присутствуем в таком торжественном моменте, в конце этой выставки. И, как уже сказала Наталья Андреевна, вы увидите еще и галерка, потому что нам хотелось, чтобы выставка в таком образе рассказала, вообще как рождался и как формировался этот образ в самом европейском искусстве, потому что мы знаем массу примеров работы тольянских мастеров с изображением программатики младенца, но вот в чем отличие именно Лоренцо Лутто, уникальные сливовищи, если ты смотришь на общий спектр, он не учит, а адреса как интереснейших художников своего времени младенца. Впервые во Владивостоке представлена работа из собраний Государственного Эрмитажа. Шедевр выдающегося венецианского живописца Лоренцо Лотто, Мадонна Делли Краци, также известный как Мадонна с младенцем и тремя ангелами. Пошла длительная с ней работа, она полностью преобразилась. Потом я пошел в экспозицию, когда увидел, что эта работа, неужели она попадет во Владивосток, о чем я узнал, и это прекрасно. Я прямо увидел на нее, и ты будешь в моем родном городе, Мадонна Делли Краци. Экспозицию дополняет 12 печатных гравюр 19-го столетия с известных произведений Рафаэла Санти из Ценного библиотечного фонда Нижегородского государственного художественного музея. Лоренцо Лотто – это художник, который не на слуху, так сказать, это не Микеланджело или Рафаэль, но он великий художник. Почему? Потому что мы специально здесь повесили много других Мадонн, которые тоже сделаны итальянскими художниками, очень много здесь Рафаэлевских Мадонн. И мы понимаем, что у Лотто немножко другая живопись, немного другой подход. Он как бы впереди своего времени оказался. История картины «Мадонна Делли Краци» позволяет показать исследовательскую работу хранителей, музейных коллекций и реставраторов. До 2007 года небольшая картина с изображением Мадонны с младенцем на глухом фоне числилась произведением неизвестного итальянского художника XVI века. Это действительно знаменательное событие для культурной жизни нашего города Владивостока. Я пришла на выставку, но у меня такие эмоции. Это действительно соприкосновение с возрождением Италии. Это прекрасно. В виртуозном исполнении ведущий сотрудник Эрмитажа Ирина Артемьева разглядела неповторимый стиль Лоренцо Лотто. Инфракрасная рефректограмма и последующее раскрытие верхнего слоя живописи позволило в полной мере оценить мастерство выдающегося мастера венецианского возрождения. Честно, очень нравится. Мне в принципе нравится искусство. И нравится погружаться в это прошлое, как-то проживать мгновение. Мне позволяют картины сделать именно это, вернуться недолго в эпоху. Открытие выставки – важное событие в культурной жизни Владивостока. Посетители галереи открывают для себя не только прекрасный образец живописной техники эпохи Возрождения, но и эстетические идеалы современного человека, его чувства гармонии, меры и ощущения прекрасного. Выставка продлится с 6 августа по 2 октября. Тамара Чапахина, Олег Завялов. Новости на Восьмом.